Мемориал Хан Молосы, гора Едыге, резиденция Аблайхана. Эти и другие общенациональные сакральные места Казахстана объединили в один электронный справочник. Его в свободном доступе можно найти на сайте Казмэп. Ресурс разработали по программе Рухани Жангыру. Помимо информации и фотографии, пользователи сети могут совершить и виртуальный тур по знаковым местам. Пока в список вошли только 100 объектов. Все подробности у Марка Брюшко. Интерактивную карту сакральных мест Казахстана теперь можно скачать на свой смартфон. Приложение казмэп.кз пока доступно только для операционных систем Android, но в будущем появится и для iOS. Этот электронный справочник – мини-версия интернет-ресурсов, в которой уже включили 100 объектов общенационального значения. В этом году ученые планируют пополнить его еще 85 знаковыми местами. Например, новый казахстанский аркаим, или же как называется Хамсты-Бик-НС, это укрепление Камысты на берегу реки Кустанайской области, Денисовский район. Там действительно 60 километров от самого аркаима российского находится на одной вязи. И если аркаим где-то по масштабам, в радиусе 150 метров, а казахстанские версии уже там камысты укреплены, это 200 метров. Это где-то есть. Ученые утверждают, что это даже был больше, чем город аркаим. Чтобы продолжить экспедиции, археологи ждут финансирования. Тем более, теперь для них в Национальном музее открыли отдельный зал. Он так и называется – Рухани-Жангару. Его презентация состоялась в начале года, а сейчас здесь проходят экскурсии. Там уже выставлялись ценные экспонаты, привезенные из всех уголков страны. Некоторые из них в дальнейшем передали музею в дар. Многие экспонаты привезли из региональных музеев. К примеру, вот эту шубу. Она принадлежала Маржаке-Падулатову. Сделана она из лошадиных шкур. Писатель носил ее три года. Из истории мы знаем, что одежду такого типа могли позволить себе только обеспеченные люди. Зал Рухани-Жангару работает в музее постоянно. Менять будут только его содержание. Следующая крупная выставка запланирована в мае. Жителям и гостям столицы хотят представить историческое наследие западных регионов страны. Будут там и артефакты, найденные в сакральных местах Казахстана. Марк Брюшко, Ербол Даиров, Ануар Тауикелов, Хабар-24, Астана.